Теперь вопрос о соотношении классической артургии с инфекционистской. Ну, мы видим, что, очевидно, что все, что происходит в инфекционистской артургии, в исчислении, то, что происходит в классической артургии. Все, что здесь есть, это трактология. Но некоторые, но не все трактологии выводятся. Уже закон двойного, я бы сказал, что это видит. Ветолеты и так далее. Так вот, связь, еще есть такая связь между теоремой, теоремой Глевенко, логикой. Это теорема конец двадцатых годов прошлого лета, теоремой Глевенко. Ну и следующее, что формула А выводима в классическом исчислении высказываний, т.е. это трактологии. Тогда и только тогда, когда инфекционистское вычисление высказываний, будет двойное отрицание. Т.е. какую-то же тавтологию, она может сама не вывозиться в инфекционистке, но его двойное отрицание выводится. С классическим исчислением, самым очень традиционным, бывает, и сам еще ничего не знают. Ну, как бы, вы сказали, не-не. Вы сам делаете просто сам. А инфекционистки очень много значат. Вот. Ну, оказывается, что все законы классической логики, они как бы, если можно переформулировать на весь этот отрицание, что они стали законами инфекционистки. Ну, там, нет, нет. Книжки там были доказательства, но тоже неумутные. Ну, там, а то есть надо доказать, что право. Через два отрицания А, и два отрицания А, и четырех отрицания А, и четырех отрицания А, и четырех отрицания Б. Я сам делаю доказать. Правда?